привет дорогой друг еще раз опять мы попробуем рецепт опять из того же интернета опять с герметиком но на сей раз не с бензином а с растворителем и с краской с колерной пастой мне посоветовал товарищ комментариях на цене давайте проверим посмотрим что это будет он сказал что некое подобие кожзама получается при нанесении на поверхность либо же на поверхность там кстати я думаю что может быть стоит попробовать все-таки сделать еще и с бензином то есть две версии с растворителем и герметиком и также с бензином и герметиком но опять же можно с разным колером сейчас возьму другой еще и посмотрим как это будет работать также просто сравним ну что я готов для сравнительного теста взял такие вот старые лоскутки ветоши два таких бросок на которых мы будем все использовать но сейчас замешаем здесь я взял уже 50 грамм бензина совсем немного также сделаю с растворителем потому что не хочу его оставлять этот вонючий реагент впоследствии поэтому мы обойдемся совсем небольшими объемами сначала сюда так отваливаемся есть так размешиваем первые получается вот такая вот непонятная структура знаю все таки с растворителем это работает хуже его в бензине он прям растворяется также добавим колер на колер добавим по ощущениям ну и также перемешиваем с колером посмотрим что получится в итоге она полностью не размешивается с растворителем поэтому так вот крашеный герметики я думаю это получается по большей степени я подготовил специально брусок чтобы не засрать стол ну и вот такой этот брусок наш получается приступим сделаем совсем немного чтобы эта штука у нас подсохла надеюсь получится курзан было бы не очень интересно на самом деле понятно что не кожзан а больше какая-то прорезиненная поверхность будет но просто вот смотрите вот так вот аккуратно не нося может быть получится делать типа что-то своего брезента или тому подобное повторяю это у нас получается 646 растворитель для разбавления лакокрасных всяких вещей так есть так это есть оставляем в сторону и теперь на дерево нанесем а вот проблема с деревом кстати на лицо она к нему не пристает потому что поверхность здесь уже отфугованная была на этом бруске соответственно не особо пористая нет герметик вообще не хочет на гладкое дерево садится если только просто нанести и бросить ну так так нанесем оставим оставляем сохнуть сейчас заведем также вторую уже показывать это не буду кстати все таки добавлю вот в бензине герметик начинает прям действительно растворяться превращаться какую-то суспензию поэтому растворители видимо это не так хорошо работает я возможно сейчас просто все вручную еще размешаю без миксера посмотрим ну да действительно бензине все таки растворяется прям вообще знатно то есть получается вот такая вот желеобразная масса это вот бензин и силикон добавлю с другой другой краски этого такого цвета оливы немного не знаю как она поведет себя с бензином но тем не менее сейчас замешаем посмотрим будет интересно действительно получится как говорил товарищ из комментариев то это вполне себе интересный прям такой эффект да очень интересно смешалось не хотите васаби немножечко действительно прямо васаби покупной конечно такой отстойный ну прям васаби и наносим на тестовые лоскутика и также на дерево оставляем подсыхать и уже посмотрим я думаю что наверное оставить надо будет на сутки ну что дорогие друзья прошли у нас сутки пришло время так сказать испытать вонь вся эта химическая выветрилась все хорошо и вот первый результат и мне он прикалывает реально получилось реально резиновое покрытие самое интересное оно даже немного растягивается и не рвется это вспомним это у нас получается 646 растворитель также силикон и краска колер самое главное что он не пачкается не прилипает ничего абсолютно и выглядит вот ну получается при желании можно даже какую то поверхность имитировать можно так сказать все здесь какие то шаблоны либо трафареты то есть нанести жирным слоем приложить и получить какой то рисунок возможно тоже эффекты ркадирлей кожи и тому подобное ну понятно он явно не будет дико износостойки но возможно при покрытии поверх еще каким то слоем пример каким нибудь лаком либо чем то подобным я уж не могу точно сказать поверхность будет износостойка но условно сейчас вот возьмем нож и попробуем просто построгать так сказать немного да она естественно слазит когда строгаешь потому что все таки этот силикон резина но тем не менее знаете я думаю что если даже полностью попробовать снять она будет иметь водоотталкивающий эффект так то понятное дело что воде некуда будет деваться а вот когда просто до до ткани уже дошкребемся сейчас попробуем есть место куда можно капнуть погаленная материя но пор это все равно забиты я думаю что она никуда не денется капелька воды пусть полежит мы посмотрим дальше то есть намокнет ну судя по всему ткань имеет водоотталкивающий эффект учитывая что этот тонюсенький получается ситец да он с этой стороны даже не мокрый абсолютно ни капли а есть есть небольшие появление влаги но знаете ощущение что прям насквозь промокло нет но тем не менее к примеру можете там себе штаны какие-нибудь рыбацкие либо еще что-то обработать этой штукой попробовать либо же перчатки перчатки как вариант кстати самые дешевые строительные обрабатывать такой ерундой по моему вот эти желтые перчатки тоже с прорезиненной поверхностью это может быть оно и есть кстати ладно окей это уберем это очень прям классно по ощущениям но на дереве я не могу ничего сказать да но мягко эластичного нож также естественно сходит то есть какую-то смысловую нагрузку на дереве я не вижу вообще смысла может быть на металл чтобы там ржавление и тому подобное прикрыть так это было нас растворителем теперь у нас бензин в принципе по ощущениям все то же самое но с бензином она более мягкая получается в более жирных местах она при растягивании немного трескается ну хотя знаете все равно по ощущениям абсолютно идентично много снять помощью ножа силикон кстати эта штука воняет до сих пор а это вообще не имеет запах уже то есть растворитель уветривается гораздо быстрее чем бензин так окей также капнем капельку и посмотрим я думаю что будет то же самое в принципе через какое-то промежуток времени она промокнет но не сразу же естественно да она также скатывается убежала но сверху нанесли да также с небольшим пятном вот она в центре появилась но минус действительно самый большой минус то что он воняет до сих пор бензином а вот это вообще нет так окей убираем но и то же самое то же самое с деревом может быть вы придумаете какую-то функциональную нагрузку для этого я пока не придумал то есть приятный такой на ощупь резиновая поверхность на дереве но как бы вот по движению пальца вы можете видеть что она слазит ну естественно так она вообще слазит то есть прям совсем не знаю что можно сделать но я думаю каждому как бы нужно что-то найти свое и придумать вариант использования можно ну дорогие друзья как и просил подписчик в комментариях мы протестировали вот эту тему типа с эко кожей я не знаю кому как но смотрите но вот эта штука мне реально очень сильно понравилась нужно будет попробовать делать такую же штуку с перчатками очень интересно естественно правда расход будет силикона дикий но надо будет попробовать купить полный тюбик и замешать побольше кстати и содержать крышку закрытой эти штуки у нас не пропадают да здесь тоже самое поэтому как вариант использования я думаю пойдет многим но бензин воняет конечно знатно до сих пор сейчас открыл крышку с растворителем все-таки интерес не получается и не так воняет поэтому все-таки советую больше с растворителем спасибо большое за просмотр как бы напишите ваши мнения и комментарии может кто-то пользовался таким способом и напишите пожалуйста как можно еще его использовать то есть расширить спектр использования там понятно что на дерево это не алё вообще может быть стоит добавить какой-то наполнитель возможно там что-то для как шпаклевку сделать как предыдущем видео тогда окей а вот именно вот этой темой то есть по факту это резина которую можно нанести куда угодно еще раз спасибо большое за просмотр и до скорого напишите напишите комментарии и напишите может быть предложить еще что-то новое посмотрим проверим также спасибо пока